ГУРУ Бог и Гуру на самом деле не различаются. Как жертва, схваченная тигром, не может вырваться из его пасти, так и получившие взгляд Гуру полной милости спасутся и не будут забыты. Однако для этого необходимо следовать пути указанному Гуру. С точки зрения Бхагавана учеников не существует. Но с точки зрения ученика милость Гуру подобна океану. Если ученик приходит к последнему с чашкой, то сможет наполнить только ее. Бесполезно жаловаться на скупость океана. Чем больше сосуд ученика, тем больше он унесет с собой. Все полностью зависит от него. Один из методов закрепления временного успокоения умственной активности состоит в общении с мудрецами. Они знатоки самадхи, которые стали легким, естественным и непрерывным. Находящиеся в тесном контакте с мудрецами, постепенно впитывают от них привычку к самадхи. Термин «гуру» часто слишком широко используют, называя так всех лиц, дающих духовный совет. Однако в словаре Шри Раманы это слово имеет значительно более узкое определение. Для него истинный гуру тот, кто осознал Атман и способен использовать свою силу, чтобы помочь другим в достижении самореализации как конечной цели. Шри Рамана часто говорил, что Бог, Гуру и Атман тождественны. Гуру — это Бог в человеческой форме, и в то же время он пребывает, как Атман, в сердце каждого преданного. Поскольку Гуру находится сразу и внутри, и снаружи, его силы действуют в двух направлениях. Внешний гуру дает наставление и свои силы обеспечивает почитателю возможность удерживать внимание на Атмане. Внутренний гуру подтягивает ум преданного к его источнику, погружает в Атман и окончательно уничтожает. Один из основных принципов учения Шри Раманы состоит в том, что Гуру необходим почти для всех, кто стремится постоянно сознавать себя Атман. Следовательно, каталитическая роль Гуру в духовном развитии является решающей. То есть, за редким исключением, неведение в отношении Атмана настолько глубоко укоренилось, что индивидуальные искатели не в состоянии избежать его только своими собственными усилиями. Хотя Шри Рамана учил, что Гуру незаменим для ищущих самореализации, но в то же время он указывал, что мало энергичных искателей Гуру к освобождению привести не может. Милость и силу Гуру начинают истекать автоматически только при серьезной попытке обнаружить Атман. В противном случае Гуру беспомощен. Диалоги данной главы резюмируют точку зрения Шри Раманы на природу Гуру и его роль в самореализации ученика. Что такое милость Гуру? Как она ведет к самореализации? Гуру есть Атман. Иногда, разочарованный в жизни, недовольный тем, что имеет человек, ищет удовлетворение своих желаний молять Богу. Его ум постепенно очищается до тех пор, пока начнет стремиться познать Бога в большей степени для получения его милости, чем для удовлетворения своих мирских желаний. Затем начинает проявляться милость Бога. Бог принимает форму Гуру, является преданному ученику, учит его истине и, более того, очищает его ум общением. Ум преданного обретает силу и становится способным обратиться вовнутрь. Посредством медитации он проходит дальнейшее очищение и остается спокойным, без малейшего волнения. Это спокойная поверхность и есть Атман. Гуру одновременно является и внешним, и внутренним. Извне он дает толчок уму обратиться вовнутрь, а изнутри подтягивает ум в сторону Атмана и помогает в успокоении ума. И это и есть милость Гуру. Нет различия между Богом, Гуру и Атманом. Члены теософского общества медитируют для поиска учителей, которые бы руководили им. Учитель находится внутри вас, и медитация является средством удалить невежественную мысль, что он только снаружи. Если бы он был ожидаемым вами незнакомцем, то исчезал бы со временем. В чем польза от приходящего существования, подобного этому? Но пока вы думаете об отделенности или о том, что вы есть тело, учитель снаружи также необходим, и он является в телесной форме. Когда же ошибочное отождествление себя с телом исчезнет, то учитель обнаружится как Атман и ничто иное. Поможет ли мне Гуру познать Атман посредством посвящения? Разве Гуру держит вас за руку и шепчет на ухо? Сейчас вы представляете его подобным себе. Так как вы думаете, что обладаете телом, то полагаете, что он также имеет тело и может сделать для вас что-то осязаемое. Однако его работа лежит глубоко внутри, в духовной сфере. Как найти Гуру? Бог, который всегда присутствует в своей милости, сострадает любящим, преданным ему и проявляет себя согласно развитию преданного. Преданный думает, что Гуру — человек и ожидает взаимоотношения между ним и собой, как между двумя физическими телами. Но Гуру, являющийся Богом или воплощением Атмана, действует снаружи, помогая человеку увидеть ошибки своего пути и руководит ему в правильном направлении до тех пор, пока последний не осознает Атман внутри себя. Каковы признаки настоящего учителя, садгуру? Постоянное пребывание в Атмане, беспристрастный взгляд на всех, неизменное мужество всегда, в каждом месте, при любых обстоятельствах. Есть множество духовных наставников, которые учат различным путям. Кого выбрать своим Гуру? Остановитесь на том, в котором, по вашему убеждению, вы получаете шанти — мир. Следует ли также учесть его наставление? Тот, кто наставляет ревностного искателя что-либо делать, не является настоящим учителем. Искатель уже сыт по горло своей активностью и жаждет мира и покоя, то есть прекращения деятельности. Если учитель предлагает ему дополнительное знание или другой род деятельности, может ли это помочь? Активность — это созидание. Она — разрушение изначально присущего человеку счастья. Наставник, оправдывающий активность, вовсе не учитель, а губитель. В подобных обстоятельствах можно сказать, что творец, брахма или смерть, яма приходят под видом учителя. Такой человек не может освободить стремящегося. Он только усилит его узы. Как мне найти гуру? Интенсивной медитацией Если это правда, что гуру является собственным я-человека, то каков принцип, лежащий в основе доктрины, который утверждает, что каким бы продвинутым ученик ни был или какими бы оккультными силами ни обладал, он не может достичь самореализации без милости гуру? Хотя состояние гуру с точки зрения абсолютной истины есть природа каждого, для атмана, ставшего индивидуальной душой, вследствие неведения, очень трудно осознать свое истинное состояние или природу без милости гуру. Каковы признаки милости гуру? Это находится за пределами слов и мыслей. Если так, то почему же говорится, что ученик осознает свое истинное состояние с помощью милости гуру? Точно так же, как слон просыпается, как только увидит во сне льва, так и ученик пробуждается от сна невежества и вступает в бодрство истинного знания благодаря благосклонному взгляду гуру, полному милости. Каков смысл высказываний о том, что природа истинного гуру та же, что и высочайшего Господа? Индивидуальная душа, которая желает достичь состояния истинного знания или божественности, сначала постоянно практикует преданность. Когда она на этом пути достигает стадии зрелости, проявляется Господь, свидетель этой индивидуальной души и идентична с нею. Он приходит в человеческом облике с помощью сад-читананды, трех своих природных черт, формы и имени, также милостиво принятых им. И под видом благословения ученика растворяет последнего в себе. Согласно этой доктрине, гуру поистине может быть назван Господом. Как же тогда некоторые великие личности достигали знания без помощи гуру? Для некоторых зрелых людей Господь проявляется как бесформенный свет знания и передает им сознание истины. Как распознать подходящего мне гуру? Какова его сварупа? Природа или подлинная форма? Вам подходит тон гуру, на которого настраивается ваш ум. Если же вы хотите выяснить, как определить гуру и какова его природа, то знайте, что он должен быть одарен спокойствием, терпением, милосердием и другими добродетелями. Способностью притягивать людей даже взглядом, словно магнит железа, ему следует иметь чувство равенства ко всему. Обладающий этими достоинствами настоящий гуру. Но если человек хочет познать сварупу гуру, он должен сначала познать свою собственную природу. Как можно пасти истинную природу гуру, если прежде не познана своя собственная сущность? Для восприятия подлинной природы или формы гуру, вы должны сначала научиться видеть всю вселенную как гуру-рупам, форму гуру. Нужно видеть гуру во всех живых существах, это же относится и к богу. Вы должны все объекты считать формой бога. можно не зная себя распознать и осознать истинную форму бога или гуру. Поэтому прежде всего познайте вашу собственную истинную форму и природу. Но разве именно для этого нет необходимости в гуру? Верно, на земле много великих. Считайте своим гуру того, кто настраивает ваш ум. Изберите в качестве гуру того, кому доверились. В чем важна смелость гуру для достижения освобождения? Освобождение не где-то снаружи, а только внутри вас. Если человек страстно жаждет избавления, то внешний гуру толкает его вовнутрь, а внутренний гуру подтягивает к атману. Такова милость гуру. Если послушать некоторых, то Бхагаван говорит, что нет необходимости в гуру, а другие утверждают противоположное. Кто же из них прав? Я никогда не утверждал, что гуру не нужен. Шри Арубинда и другие относят вас к тем, у кого не был гуру. Все определяется тем, что вы обозначаете словом гуру. Ему не обязательно присуща человеческая форма. Датарея имел 24 гуру, включая пять элементов земля, вода и так далее. Каждый объект этого мира был его гуру. Гуру абсолютно необходим. У Панишада говорят, что только он может вывести человека из жунг интеллекта и чувственных восприятий. Поэтому гуру должен быть. Я говорю о гуру человеке, а у Махарши его не было. Я мог иметь его в то или иное время. Разве я не пел гимны ору начале? Кто есть гуру? Гуру это Бог или Атман? Сначала человек молится Богу ради исполнения своих мирских желаний. Но приходит время, когда он начинает молиться во имя самого Бога. Тогда отвечая на молитвы, Бог является ему в той или иной форме, человеческой или другой, чтобы вести к себе в соответствии с его нуждами. При верности одному учителю можно ли уважать других? Существует только один гуру. и он не физическое тело. Пока есть слабость, требуется поддержка силы. Но Джиду Кришнамурти говорит, что в гуру нет необходимости. Как он узнал это? Такое можно сказать после освобождения и не ранее. Шрифхаг поможет нам постичь истину? Помощь всегда есть. Тогда не о чем спрашивать, но я не чувствую этой вечно присутствующей помощи. отдайте себя, и вы найдете ее. Я всегда в ваших стоп. Не гуру единый с бытием или сад внутри вас. Чтобы понять это, мне необходимо руководство садгуру. Садгуру находится внутри вас. Но я хочу видимого гуру. Этот видимый гуру говорит, что он внутри. Разве успех не зависит от милости гуру? Да, зависит. Но не обусловлена ли такой милостью сама ваша практика? Ее плоды и результат усилий автоматически определяющиеся ими. В кайвалья на ваните есть такая строфа. У гуру вы всегда были со мной, наблюдая меня в череде перерождений и предписывая направление пути вплоть до моего освобождения. При подходящих обстоятельствах атман внешне проявляется как гуру. В остальных случаях он всегда пребывает внутри, выполняя то, что необходимо. Некоторые ученики Шир-Ди-Сай-Бабы говорят, что портрет учителя является их гуру и поклоняются ему. Правы ли они? Ведь они могут почитать портрет на изображении как бога, но какую пользу извлекут, почитая его как гуру? Этим они укрепляют свою концентрацию. Я согласен, что почитание портрета может служить некоторым развитием упражнений в концентрации, но и для подобных вещей гуру не требуется. Несомненно. Однако в конечном счете гуру только и означают гури концентрацию. Как же может безжизненная картина помочь в развитии глубокой концентрации? Для этого требуется живой гуру, который мог бы показать ее на практике. Достичь совершенства без помощи живого гуру способен наверное Бхакван, но что сказать о людях подобных мне? Верно. Тем не менее, поклоняясь безжизненному портрету, ум получает некоторую сосредоточенность, которая не станет постоянной до тех пор, пока в процессе исследования человек не познает себя. Для этого исследования и необходима помощь гуру. Говорят, что гуру может побудить ученика осознать атман, передав ему некоторые из своих сил. Это правда? Да, гуру не приводят к самореализации. Он просто удаляет препятствия к ней, ибо атман всегда существует. Если человек ищет самореализации, то ему абсолютно необходимо иметь гуру. Пока вы ищете самореализации, гуру необходим. Гуру это атман. Считайте его истинным я, а себя индивидуальным я. Исчезновение этого чувства двойственности и есть удаление неведения. Гуру нужен только пока воспринимается двойственность. Так как отождествляя себя с телом, вы думаете, что гуру тоже тело. Ни вы не являетесь телом, ни гуру. Вы атман и гуру тоже атман. Это знание результат того, что вы называете самореализацией. Как можно определить, способен ли какой-то конкретный человек быть гуру? Переживанием покоя ума, обретаемого в его присутствии и чувством почтения, которое вы к нему испытываете. если гуру оказался некомпетентным, что ждет ученика абсолютно верящего ему? Каждому по заслугам. Могу ли я получить милость гуру? Милость всегда здесь. но я ее не чувствую. Отдача себя приводит человека к пониманию милости. Я уже отдал сердце и душу. Я больше всех разбираюсь в своем сердце, но все еще не чувствую милости. если вы действительно отдали себя, то вопросы больше не возникают. Я отдал себя, но тем не менее вопросы поднимаются. Милость постоянно, а ваше мнение изменчивы. В чем же еще может крыться ошибка? Можно ли иметь нескольких духовных учителей, а не одного? Кто учитель? В конце концов он только атман. В соответствии с этапами развития ума, он внешне проявляется как учитель. Знаменитый святой древности Датарея говорил, что у него было более двадцати четырех учителей. Учитель тот, от кого чему-либо учится. Иногда гуру может быть и неодушевленным, как в случае Датареи. Бог, гуру и атман одно и то же. Духовно мыслящий человек считает Бога всепроникающим и выбирает своим гуру. Позднее Бог приводит его к встрече с личным гуру, которого человек признает всем во всем. Наконец, этот искатель милости учителя чувствует, что его я единственная реальность. Таким образом, он обнаруживает, что атман учитель. В Шримад Бхагавадгите сказано «Осознай атман чистым интеллектом, служением гуру и исследованием». Как совместить эти требования? Ишвара гуру ратметьте Ишвара гуру и атман тождественны Вы ищете гуру, думая, что он отличается от вас, пока дает себя знать чувство двойственности. Тем не менее, он учит вас истине и вы приобретаете интуицию. Он, дарующий верховное знание атмана душе поворотом ее к атману, один есть высочайший гуру, восхваляемый мудрецами как форма Бога и являющийся атманом. Прилепитесь к нему. Приближаясь к гору и с верой служа ему, следует посредством его милости узнать причину своего рождения и своих страданий. Знание того, что рождение и страдание обусловлено отходом от «я», это наилучшее средство твердо пребывать как «я». Хотя те, кто уверовал и с неуклонной твердостью следуют пути спасения, могут иногда по забывчивости или иным причинам отклоняться от ведического пути. Знайте, что им никогда нельзя противиться словам гуру. Мудрецы уверяют, что грех в отношении Бога может быть выправлен гуру, тогда как грех в отношении гуру не может отпустить даже Бог. Тот, кто благодаря редкой пылкой и всеобъемлющей любви полностью веровал в блеск милости даруемой гуру, не будет страдать в этом мире живя как Пурухута, одной из имен Индры, царя многочисленных хандуистских богов. Мира единственного, чего желает каждый. Никто нигде и никогда не достигнет, пока посредство милости садгуру не обретет спокойствие ума. Поэтому всегда ищите эту милость однонаправленным умом. У Пхагавана есть ученики, которые получили его милость и достигли самореализации без больших трудностей. Мне тоже хочется иметь эту милость, но я не могу находиться в святом присутствии Махарши так долго и так часто, как хотелось бы, ведь я женщина и живу далеко отсюда. Возможно, больше мне уже не доведется вернуться сюда. Я прошу милости Пхагвана, ведь когда я вернусь домой, то буду вспоминать его. Пусть Пхагван выполнит мою просьбу. Куда вы уходите? Вы никуда не уходите. Даже допуская, что вы тело, разве оно пришло из Лакнау в Тиру ванамалай? Вы просто сели в автомобиль, что-то передвинулось, а в конце концов вы говорите, что приехали сюда. Факт заключается в том, что вы не тело. Атман не движется, мир движется в нем. Вы есть только то, что вы есть, в вас нет изменений. Поэтому даже после кажущегося отъезда отсюда вы будете и здесь, и там, и везде. Меняются только декорации. Что касается милости, то она внутри вас, так как будущее внешней была бы бесполезной. Милость это Атман, и вы никогда не выходите из сферы ее действия. Милость всегда здесь. Я хочу сказать, что при воспоминании фигуры Бхагвана мой ум должен укрепляться, и с его стороны тоже обязан прийти ответ. Меня нельзя оставлять наедине с моими личными усилиями, которые в конце концов только слабы. Милость есть Атман. Я уже говорил, что если вы вспоминаете Бхагвана, то это подсказывает Атман. Разве милость уже не здесь? Есть ли мгновение, когда она не действует в вас? Ваше вспоминание Бхагвана предвестник милости. Она ответ, она побудитель, она Атман и она милость. Для беспокойства нет причины. Могу ли я обойтись без посторонней помощи и собственными усилиями обрести свою глубину истину? Сам факт, что вы захвачены поиском Атмана, есть проявление божественной милости, которая лучезарна в сердце, внутреннем существе, истинном я. Она изнутри втягивает вас, а вы должны пробовать войти снаружи. Ваша попытка искренний поиск, а глубокое движение вовнутрь милость. Вот почему я говорю, что нет ни настоящего поиска без милости, ни действия милости на того, кто не ищет Атмана. Они необходимы вместе. Чтобы достичь самой реализации, надолго ли нужен гуру? Гуру необходим до тех пор, пока есть неведение, которое обусловлено в самом делешном, но ошибочном ограничении Атмана. Как результат поклонения, Бог дарует почитателю неуклонную преданность, ведущую к отдаче. Когда тот отдает себя, Бог показывает свое сострадание, проявляясь ему как гуру. Гуру, иначе Бог руководит преданным, говоря, что Бог внутри и не отличается от Атмана. Это приводит к обращению мова внутрь и, в конце концов, к реализации. Если милость так важна, то какова же роль собственного усилия? Усилие необходимо, чтобы подниматься к состоянию реализации. Даже в этом случае Атман должен проявляться непосредственно, иначе не будет полноты счастья. Чтобы достичь такого состояния спонтанности и требуется усилие в той или иной форме. Существует состояние, превосходящее усилие или их отсутствие. Пока оно неосознанно, усилие необходимо. Тот, кто однажды вкусил такое блаженство, будет постоянно пытаться возвратить это ощущение. Переживший хоть раз блаженство мира, не захочет покинуть его или заняться чем-либо другим. Необходимо ли для реализации божественная милость? Или искренние усилия человека сами по себе приведут к тому состоянию, из которого нет возврата к рождению и смерти? Божественная милость неотъемлема от реализации и ведет к постижению Бога. Однако такой милости удостаиваются только истинные бхакты или иогины. Она дается лишь твердым стараниях и не останавливающимся на пути к свободе. Влияет ли расстояние до Гуру на милость? Время и пространство внутри нас. Вы всегда находитесь в своем «Я». Как время и расстояние могут повлиять на него? По радио отчетливее слышно того, кто находится ближе. Вы живете в Индии, а мы в Америке. Разве это не имеет значения? Нет. Некоторые даже читают чужие мысли. Это показывает, что все есть одно. Посочувствует ли нам бхагван и явит ли свою милость? Вы стоите по горло в воде, но тем не менее просите воды. Это все равно, что сказать, будто погруженная по горло в воду хочет пить, или что рыба в воде испытывает жажду, или что жажду чувствует сама вода. Милость всегда здесь. В отсутствии милости гуру невозможно приобрести ни бесстрастие, ни осознание истины, ни пребывание в атмане. Но практика тоже необходима. Ни выход из атмана за счет собственных усилий напоминает дрессировку разъяренного быка, когда соблазнительным пучком сочной травы предупреждают его выход из стойла. Автор одной тамильской песни сокрушается, что не похож на цепкую обезьянку, держащуюся за мать, а напоминает лишь слабенького котенка, которого мать должна таскать, схватив зубами за шею. Поэтому он просит Бога позаботиться о нем. У меня такой же случай. Пожалейте меня, Бхагван, схватите за шею и следите, чтобы я не упал и не ушибся. Это невозможно, ибо необходимо одновременно вам стараться, а гуру помогать. И долго нужно ждать милости гуру? «Зачем вам это знать? Чтобы надеяться? Даже такое желание препятствие. Атман всегда здесь и нет ничего без него. Будьте Атманом собой и тогда исчезнут желания и сомнения. Милость начало, середина и конец всего. Милость это Атман. Из-за ошибочного от издестрения Атмана с телом гуру также считают телом. Но с его точки зрения гуру есть только Атман. Атман один единственный, и гуру говорит, что лишь Атман действительно есть. Но разве тогда он не ваш гуру? Откуда еще может прийти милость? Только из-за Атмана. Проявление Атмана есть проявление милости и наоборот. Все эти сомнения возникают из-за ошибочного взгляда и последующего ожидания чего-то внешнего для себя. Для Атмана нет ничего внешнего.